Священник Николай Балашов и романах Нафанаил Судников Для Слова Божия нет уз 2 Тимофею 2.9 Православный христианин в тюрьме и на свободе Издание 2 дополнено Барнаул, 2010 год Страница 330 заголовок Первому заместителю главы Мамонтовского района Евгенову МВ Копия Главе администрации Алтайского района Сурикову АА Прокурору Мамонтовского района Рефедру ЮН Совершенно случайно ознакомился с вашим письмом Номер 562.26 ноября 1997 года На господина Сурикова, глава администрации Алтайского края Невозможно даже во сне представить, чтобы в Садской России Или за рубежом какой-либо клерк, чиновник в письме губернатору штата-губернии Мог так безнаказанно обманывать всех Даю краткий комментарий вашей докладной жалобы Цитата Органы местного самоуправления Мамонтова сделали подчеркнуто все от них зависящее В пояснительной записке на КЗС мы даем обоснование причин побеждающих нас просить статус самоуправления Где перечислено, что не только все, а абсолютно ничего добровольно не хотели делать, допустить, разрешить Даже при открытии школы в поселке Потеряевка Именно вы, господин Евгенов, более и настойчивая всех, противились этому И сейчас именно вы и Назаров СГ пишите то, чего нет и не было вами сделано Цитирую ваш труд сочинения Границы поселка в натуре установили Да знаете ли вы всю эпопею с этими границами в натуре? Назаров Кулёба пишет, что Цитирую Границы установили в натуре 25.06.91 Ответ советнику юстиции Казанину М.А. 1.12.97 Номер 1.293.97 А установят только 0.8.10.97 Разница, обман в 6 лет Прокурор Сухов ВГ пишет уже 22.07.97 Исход 1.813.97 М.А. 1.13.97 М.А. 1.13.97 Цитирую Прокуратурой Мамонтовского района В результате проверки Выявлены нарушения О порядке землепользования Жителей поселка Потеряевки Однако до сих пор администрации Корчина Не принято письменное решение Об отводе этих земель И закреплением их в натуре За жителями поселка А земельным комитетам Не установлены границы поселка в натуре И документально Что порождает многочисленные жалобы Жителей поселка Потеряевка Представление подлежит Безотлагательному рассмотрению В течение месяца Порождает жалобы Преступное отношение К своим обязанностям Назарова и Кулёбы И их лживые отписки В течение шести лет и двух месяцев А вот господин Евгенов Силится доказать, что мы секта Отчего же так думает он? Как говорит святой Исидор Пелосиот Цитирую Предвзятость не дает Здравого суждения А злоба вообще отнимает разум Хотя бы и сейчас Перемените свои очки И взгляните на нас И помогайте, а не убивайте нашу инициативу Не о нынешних ли Бывших вчерашними будут как небывшие Правители их предупреждает поэт Вы, жрецы греха Пророки тьмы И человек как от чумы от вас С проклятием отпрянет И имена их презирать Своих детей Научит мать Плещов Сгинувшую КПСС И в конце Вы снова скатываетесь на меня Что где мы Даны полномочия быть Ходотаем по делам поселка Явно вы Этим недовольны Вовсе уж непонятно Заканчивайте Сумбурно Вычурно Об этой эмали На кружках в лагере Об автобусах Должностных окладах Коммунальной службе Проще сказать Вы двумя руками Голосуете И худотайствуете Чтобы на Алтае В России Не было православного поселения А была нищая Колхозная Дационно убыточная Пьяная Вороватая деревня А зря Живя рядом с верующими Глядишь и вы Могли бы стать хорошим человеком И уж совсем без знания Или без зазрения совести Вы, господин Евгенов Выложили всю Советскую лживость Уз своих В последнюю строку Да налоги Потеряются И согласились бы Платить хотя бы По минимуму Зайдите в налоговый отдел Страховые отделы И узнаете Что потеряются За 6 лет Своего существования Строя с нуля Платят сполна Все налоги Медицинские Милицейские И другие Страховки И не задолжали Ни государству Ни людям Ни рубля И прочтите Свет октября Номер 146 За 16-12-97 Первая страница Кто не платит налоги Даю выдержку Некоторые По прежнему Настроены Выжить В сегодняшней ситуации За счет других Общая задолженность На 01-12-97 Года По району Мамонтову Составили 10 миллиардов 111 миллионов рублей Госналогинспекция Мамонтовского района Считает необходимым Опубликовать Список предприятий Должников Миллионах рублей Колхоз имени Чапаева 1100 миллионов рублей КСП Буканская 799 миллионов рублей КСП Корчинская 641 миллион рублей ТО Чернокуринская 738 миллионов рублей ПАХ 24-й партийный съезд 690 миллионов рублей И это при налаженности хозяйства Когда и скот И скотные дворы И техника И дома И дороги И люди И все-все есть Только не забывайте Что все до единого Колхоза Совхоза Основаны На награбленном От честных Раскулаченных Замороженных В Нарыме То есть На крови наших дедов Отцов Разбойной власти Уничтожившей Более 10 миллионов Природных Хозяев Родной Русской земли Но убыток Каждого Хозяйства Еще Огромнее Свет Октября 05-02-92 Года Приоткрыл Что КСП Буканское Завершил Год с убытком В 4,5 Миллиарда Рублей Скот убывает С каждым Днем Ремонт Не идет Удобрений Нет Согласно Только Этого Представления Не выполненного В срок Прокурор Любой Страны Минимум Как по миру Пустил бы Злостных Противников Закона Конечно Прошел Месяц Наступило 22.08.97 Года Но Назаров И Кулеба Затаились И только Вновь Грозное Предупреждение От Бивалькевича ВЫ А за их Земотдела Было Много Смотри 25.07.97 7.2 285.97 Границы Поселка Не утверждены Прокурор Казанин Вынудила 8.10.97 Назарова С Кулебой Застолбить В кавычках Пьяно Вычурную Вычурную Пистолетно-болотную Линию Чили И срочно Дают Отписку Что Поселок А Потеряевка Теперь-то Выделено И Кавычки Достаточно И с перспективой Развития 288 Га Сельхоз Угори А в действительности После замера Оказалось Застолбили Они не 288 Га А 213 Га То есть Обманули Всех На 75 Га Написали Что Пастбищ Теперь 196 Га А оказалось Около 15 Га Что По Козов 73 Га По Огульному Замеру Гип Разъема Оказалось Около 7.3 Га По данным Краевого Комитета По земельным Ресурсам 1.2 Га То есть Пастбищ Не хватает В натуре Разница С документами 196 Минус 15 181 Га Пакосов 73 Минус 10 63 Га Итого Пастбищ Пакосов Не додали В натуре 181 Плюс 63 244 Га Господин Евгенов Если вы Хотя Чуточку Верили В Бога Имели Страх Божий Перед Судом Божиим Вы бы Сегодня Рыдали И за этот обман И за обман Прошлой Вашей позорной Комсомольской юности Воспитавшей Таких Бесстыдных Наших Соплеменников А господин Метелев ПФ Будь Будь Как полноправный Легитимный Калиф В Саудовской Арафии А не Калиф На час Отсек Бы своим Поданным Лживые языки И правые руки Смотри Житие Иоанна Дамаскина Писавший Греховную Ложь Далее Вы Господин Евгений Более Половины Своего Двухстраничного Опуса Посвящаете Мне Что в Потеряевке Жил Лишь Игнатий Лапкин В то время Живя в Барнауле Работая сторожем Он сутки Писал письма А двое Суток Разносил Их По различным Инстанциям Конечно Не слова Тут Правды А стиль Ваш Не речь Районного Работника А заурядно Сквалыжного Двоечника Прочтите Алтайскую Правду За 10 12 97 Где Говорится Что я Создал В это Время Самую Крупную В мире Духовную Фонотеку Оцененную В 11 Миллиардов Рублей Кроме Того Работая Сторожем Я Три Свободных Дня Делал По 2 Печи В день И все Отдавал На нуждающихся На дело Евангелизации Плюс К тому Одновременно Работал Переплетчиком Реставратором Около Трех Тысяч Томов Ввел В жизнь Дрессировщиком Собак В уголовном розыске Края На сон уходило Не более Двух с половиной Часов В сутки Именно об этом Периоде Моей жизни Государственные Книги Государственные Киностудии Сняли Три Фильма Что бы Я мог Сделать Если бы Жил По вашим Словам Изданная Алтай Прессом Книга В 396 Страниц Кто есть Кто на Алтае Барнаул 1994 Страница 71 Посвященная Мне Полностью Опровергает Ваш Злобный Выпад Бездарности Не о вас Ли Четверостишья А вы На земле Проживете Как черви Слепые Живут Ни сказок Про вас Не расскажут Ни песен Про вас Не споют Максим Горький Игнатий Тихонович Лапкин В то время Говорил Что от Руководства И жителей Района Верующим Ничего Не надо Электростанцию Построит Канада Дороги И соц. Учреждения США Тефалинизируют На пожертвования Единоверцев Все это были Лишь слова Никто никогда Этот блеф Не слышал Вы солгали На Это На всю Несчастную Душу Господин Евгенов Вот Куфаев Первый Секретарь Райкома Партии Тогда Прямо Говорил Помощи Я не обещал Но говорил Что мешать Не буду И выполнил Своё Партийное Слово Вы Господин Евгенов Ищите Чем Нас Укорить И Выдаёте Цитирую Были Отданы Существующие Тогда Фонды На Материалы Чужестранцу И не понять Что Тогдашние Мудрецы Коммунисты Изобрели Эти слова Фонды Пайки Трудодни Изучали Только два Арифметическое Действие Отнять И разделить И фонды То есть Крупицы Поступавших Стройматериалов Мы купили За свои Деньги Тогда У других Денег Не было Цитата Майнулов Снял Комбайны С необмолоченных До конца Совхозных Полей Чтобы Без того Небогатый Урожай Потеряевцев Не попал Под снег В действительности Из шести Комбайнов Только два Смогли Прибыть А другие После Глубокой Пьянки Завязли Застыли В грязи Мануйлов Сам водку В поле Привозил На ночь И было Это 28 октября 92 Года Когда Корченский У себя Убрали Уже Все А эти Два Не разгрузили Бункеры С ячменем Перемешали Нашу Пшеницу Все Перепортили Пошла На корм Скоту А семенную Пшеницу Пришлось Весной Покупать Таковы Горе Помощники Ваши Далее Вы Господин Евгенов Показывайте Полное Незнание Решение Алтайского Краевого Совета Народных Депутатов От 23.03.92 Номер 47 За подписью Сурикова А Которая Гласит Не только О восстановлении Статуса Таблички На перекрестке Но что Совет Народных Депутатов Решил Первое Восстановить Поселок Потеряевка Второе Обязать Начальников Отделов И управлений Комитетов Администрации Края Председателя Мамонтовского Района Народных Депутатов Провести Соответствующие Мероприятия Связанные С изменением Административно-территориального Устройства Края И вот По этим Двум Пунктам Решения Назаров Кулёба И вы Господин Евгенов Яростно Азартно Безнаказанно Всячески Противились И не Палки В колеса Но колеса В дребезги Разбиваете Из дороги Спихиваете Нас Как топки Лог В топки Лог Перерывая Трассу Делайте Должностной Подлог Творите Греховный Тяжелый Это Гангрена Коммунистического Наследия Отрыжка Вашей Природной Нелюбви К русским К верующим Спокойной Домашней Обстановке Присутствие Жены Друзей По трезвости Прочитайте Хотя бы Вот этот Образчик Вашего В кавычках Просвещения Губернатора Края Вы пишите Надо только Видеть Что скрывается Под понятием Библиотека Читальный Зал Школа Трудовой Лагерь Просто Видишь Говорящего Сие Его Поразительную Усмешку Смотреть Там Не на что В потеряевке Шушеров Шивая Поясняю В сравнении С чем Вы определили Никчемность Малозначимость Нашей библиотеки Лагеря Другого По объему По количеству Тогда в Мамонтово Большая библиотека Но ваше В сравнении С краевой Меньше Краевая С Ленинской В Москве Меньше Но по содержанию Ваша библиотека Против нашей Не выиграет И Что и Вэр Итунский Писал Притом Делайте Поправку На то Что все С нуля Период Небывалой Инфляции Разора После Трехкратного Моего Ареста Выжигания Имущества Нашего И всего Поселка И лагеря О лагере Святые В потеряевке В государственной Светловской Киностудии Фильмы Заняли Первое Место В России Златоуст Из потеряевки Мое прозвище О предчувствии Главный приз На международном Кинофестивале Так что Остерегайтесь Давать оценку Тому Что Выше Вашего Разумения И рассуждения Эти Видеокассеты Продаются В каждом Метро В городе Москве И других Городах Разошлись По Пяти Континентам Откуда Я получаю Массу Благодарных Отликов А о вас И о делах Ваших Кто Слышал Ваша Фамилия Евгенов То есть В переводе С греческого Благороднов Так Будьте Же Достойны Своих Предков Даших Вашему Недостоинству Такую Фамилию По совести Скажите Себе А могли Бы Вы Вот так С нуля Без паники На пустом Месте Восстанавливать Деревню Детский Лагерь А я Веду Лагерь Уже 24 Года Бесплатно Полностью Бесплатно Веду Занятия В университете Уже Восьмой Год Десять Лет Веду Просветительскую Работу В СИЗО 17 Дробь 1 В десятки Школ Во всех Отделах Милиции В летном Училище Все Бесплатно Я нигде Ни рубля Не получаю Прикиньте К себе Это И скажите А для чего Это На таких Людей Господин Евгенов Питу Поднял Патриотизм Свой Вознес Вам Умерли И прекратили Своё существование Детский Лагерь Деревня Потеряевка А вы Ведь к этому Всё гоните В книге Мудрость Востока Говорится О мудрой Птице Которая Кости Съеденных Птиц И животных Складывает В одно Место А при наступлении Голода Она прилетает К этой Кузнице Костей Чтобы Проглотить Но прежде Она берёт Лапой Кость И Примеряет Её В задний Проход Себе Пройдёт Ли Эта Кость Если Она Её Проглотит У меня Суд Шёл Одиннадцать Лет Подавились И КГБ И прокуратура РФ И суд РФ Вам ли Одоле Я ведь Ваш Лепец Я ведь На ваш Лепец Смотрю С жалостью Пройдёт Весна Девяносто Восьмого Года И будет Компетентная Комиссия Из прокуратуры Края Краевого Земельного Дела Журналисты Краевых И Центральных Средств Информации Все поля Болото Перемерят И тогда Кость Не пройдёт Вас Всех Может Избавить От вселенского Позора Только Мудрость Митилёва Петра Фёдоровича Главы Мамонтовского Района Если Он До весны Выделит В заверенных Схемах Планах Все Недостающие 181 Га Пастбищ И 63 Га Покоса Что по документам Уже якобы Мы получили А в действительности Недополучили Язык Библии Суров Он Меч Обоюдо Острый Горя Тем Которые Зло Называют Добром И добро Злом Тьму Почитают Светом И свет Тьмою Горькое Почитают Сладким И сладкое Горьким Прокесая Пятая Глава Двадцатый Стих Вы Рогами Своими Бодаете Всех Слабых Язык 34 21 А вот В Германии В Чехословакии Поступили Так Всех Коммунистов Отправили На пенсию И Перестройка Пошла А у нас Только в Краевой Администрации 85% Бывших Партаппаратчиков И подобных Вам Насчитали В 1992 Году И что интересно Нагородив Терновый Плетень Вы Вульгализируете Обращая На нас Колесо Обвинения А в действительности На самого Себя Так Цитата Действуя По методике Вали Кулем Потом Разберем Что это За секта Куда Вы Смотрели То есть Навалив Комсомольский Кулем Шесть лет Безобразнича В отписках Еще и Напрашиваетесь На похвалу На награду За бдительность Что может Статься так Что в Потеряевке Дескать Вовсе и не Православные Исконно Русские Местные Жители Вернувшиеся На родину А вдруг Окажется Что это Зловредная Секта И И вот Тогда Где Вы Там Господин Суриков А Вспомните Нас Скажете Куда же Местные Власти Смотрели Просмотрели А там Такая Секта Тоталитарной Американские Корни Темористические Пустила И вот Тогда То Господин Евгенов Вот Он На Белом Коне Не Предупреждал Ле Всех Не Надо Ли Земли Выпасов Покосов Давать Этим Баламутом Из Потеряевки Да Вас К звезде Героя Представлять Впору За Вашу Кляузу И Отметят Тогда Вашу Бдительность Патриотизм Продвинут По Иерархической Лесенке Стараясь Однобока И Предвзято Представить Жителей Потеряевки И особенно В кавычках Ведущих Братьев Лапкины Вы Или По дремучему Комсомольскому Невежеству Или По дьявольской Злобе Нарекаете Нас Сектантами Неужто Так Трудно Было Посмотреть Свидетельство Регистрации Общины Поселка Потеряевка Где Написано Что Это Православная Дружина Восстанавливающаяся Поселок На Православных Старинных Благочестивых Русских Обычай Вот Только Несколько Свидетельств О нас Обо мне Сильных Мира Сего Первое Баварин ВН Мэр Барнаула Пишет Ко мне Ваш Безвозмездный Труд По воспитанию Молодого Поколения Чувств Патриотизма Любви К Родине И Ближним Ваши Беседы И проповеди Перед людьми Совершившими Поступки И преступления Достойны Уважения И я Искренне Рад Что Кривостовоздвиженская Община Которую Вы Возголовляете Будет иметь Место Постоянных Встреч И молитв Желаю Вам На этом Нелегком Жизненном Пути Гордо Нести Свой Крест И иметь Последователей Верных Слову Божию С уважением Глава Городского Самоправления ВН Баварин 27 Ноября 1997 Года Прокурор Края Параскун Ю Э В газете Агу За науку Номер 1 97 Года Обратился К проректору АГТУ Б.В. Семкину С убедительной Просьбой Продлить Сроки Аренды Помещения Православному Проповеднику И.Т. Лапкину Который Вносит Большой Вклад В нравственное Здоровление Населения Алтая И известен Работникам Прокуратуры Со своей Подвижнической Деятельности И даже Главный Идеолог Коммунистов Алтая Депутат В.Петренко В голосе Труда 3 января 1997 Года Говорит Я не Подвергаю Сомнению Компетентность Лапкина Как Религиозного Деятеля Считаю Что он Вносит Достойный Вклад В реализацию Краевого Закона О защите Общественной Нравственности В Алтайском Крае Итак Гражданин Евгенов Умножьте Все ваши Долги Должки На 6 лет На 70 Лет Ваших Дохлых Колхозов Уже Сегодня Потеряевка По налогам Для всех Вас Как небо От земли И не мы А вы По минимуму Налоги Не платите Если бы Таких Потеряевок Было много Нераскулаченных Несожженных Неразогнанных Там и люди Были бы Не вамчета А честные Русские Православные А вы бы Вынуждены Были Как потеряевцы Трудиться Смыкая Зарю Зарей Итак Покайтесь Молитесь И веруйте Во Христа Да Да Не накажет Вас Бог За вашу Ложь И ненависть К верующим И не случайно Молятся В церкви Такими словами Избави нас Господи От горького Мучительства Безбожной Власти С искренним Неуважением К вашему Враждебному Духу Игнатий Лапкин 14.01.98 По скрипту Письмо Ваше Господин Евгенов Постараюсь Опубликовать А пока Читаю Во всем Депутатам Студентам Этот В кавычках Чудный Перл Безумия Атеизма Ваше Имя Михаил Что в переводе С еврейского Означает Никто Как Бог То есть Нет Никого Кто Выше Бога Вы Безбожник Атеист Не верите В Бога Прочитайте Псалом 13 И еще Прочтите Хотя бы Раз Библию И архипелаг ГУЛАГ Аисал Женицына Это Приговор К коммунистическому Раю Устроенному Вами В России Все Преступления От Сорванных Телефонных Трубок Утащенный Почтовых Ящиков И входных Дверей До Всеобщего Разврата Распада Грядущей Пандемии Сифилиса Испида До Уничтожения Русской Нации России Ставшей Всемирной Помойкой Все Это Плоды Атеизма И вы В числе Тех Кто Это Сотворил И только Бог Спас Нас Всех Не дал Не допустил Сбыться Вашим Намерением Вы Все Чудом Избежали Нюнберга За преступления Против Человечества Тысячекрат Страшнейшего Чем Гитлеризм И вы Сегодня Еще Трупным Смрадом Своих Кощунств Миазмом Цинизма Отравляете Все К чему Прикасаетесь Безможным Умом Дегенератов Деградантов Простите Опомнитесь Безумствующие Вурдалаки Сто Миллионов Погубленных Вами Формалиновым Запахом Симфонией Реквиума Переполняют Души Оставшихся Слова Ваши Поносные Есть Плод Ваших Нечистых Уст И После Всего Что Ты Что Вы Натворили Вы Смеете Еще Писать Так Большая Часть Фактов Искажены Трактуются Однобоко В них Используются Слова Граничащие Или Являющиеся Оскорбительными И это Пишите Вы Найдите Среди Атеистов Одного Кто Лиг Животолюбцев Вы Утопали В собственной Мочей Блевотине Оговаривая Себя Мир Не мог Припомнить Более Отвратительных Предателей Трусов Как Ленинская Гвардия Я был В пяти Тюрьмах Отбыл Советскую Каторгу В лагере Смерти Леберитирован 04.01.1992 Был Мучим 26 лет Советской Психиатрии И не Мне ли Не знать Ваш Звериный Оскал Вы Справляете Тризну Над моей Родиной Вы Устроили Водевиль Смерти На богатейшей Земле И вы Смеете Становиться В позу Оскорбленных Самолюбцев Прошу Вас Ответьте Мне В чем Смысл Поганой Жизнешки Безбожника Вот Я написал Вам Знаю Что это Вызовет Вас Только Взрыв Необустанного Дикого Гнева Вас Оскорбили Подайте В суд Если Вы Высунетесь За брус Твергласности Вы будете Расстреляны Фактами Преступлений Мамонтовских Узнаете У Чебедько АГ Начальник Мамонтовской Милиции Криминальную Хронику А это Все Плоды Ваши Госпожа Господа Евенговы Отвергите Науку Евгенетику Отвергшие Науку Евгенику Но Жизнь Говорит Не принесет Свинья Свинья Бобра А все Поросенка Посмотрите Вы Развратители Нравов Что преподают В школах У вас И что В Потеряевке Город Барнаул Занесен В книгу Гиннеса По количеству Абортов Несовершеннолетних Смотри Басню Крылова О писателе И разбойнике Находящихся В аду После смерти Господин Евгенов Для сравнения Представлю вам Выписки Из трех документов Первое Исполнительный Комитет Мамонтовского Района От 30 Марта 90 Года Номер 173 Два Года До Получения Статуса Цитата В ответ На письмо К райисполкома Номер Л 679 14 От 14 Марта 90 Года Сообщает Следующее Райисполком Разделяет Сетование Гражданина Лапкина Игнатия Тихоновича По поводу Исчезновения Населенных Пунктов Но Начать Все это Восстанавливать В обратном Порядке Район Не имеет Ни финансов Ни материальных Ресурсов Ни мощностей Строительных Организаций Это При Руководящей И направляющей Потом Запрещенной КПСС Как преступная Мафиозная Организованной Структуре На основании Вышеизложенного Райисполком Порассматриваем Вопросом Не считает Дальнейшую Переписку Отнимающую Массу Рабочего Времени Целесообразной И хотел бы Просить Гражданина Лапкина По этим вопросам Больше не писать А Райисполком Просить о Дифференцированном Подходе Запрашивание Ответов На его Пересылаемые Нам письма Председатель Райисполкома Бобровский АИ Второе Администрация Мамонтовского района 27.07.1993 года Номер 254 Шесть мест Адрес Сурикову АГ Райфи Кешту ВФ Шубе НМ И другое Первые заявления О выделении Земельных Участков Были написаны Только с 5 По 12 Января 1992 Года Администрация Района Разделяет Сетование И.Т. Лапкина По поводу Сгинувших Малонаселенных Пунктов Но начать Все это Восстанавливать В обратном Порядке Район Не имеет Ни финансовых Ни материальных Ресурсов Ни мощностей Строительных Организаций Населенных Пунктов Исчезнувших С карты Района У нас Более Двух Десятков Что же Делать Нынешней Администрации Района Если Потомки Жители Всех Этих Поселков Загорятся Желанием Возродить Очаги Предков Вот Горе Ты Игнатий Лапкин Работая Сторожем Сутки Писал На работе В нескольких Экземплярах А потом Двое Суток Проталкивал Свои Письма В различные Инстанции Причин Для изменения Своей Позиции Администрация Района Не усматривает Поэтому По затронутым Вопросам Дальнейшую Переписку С жителями Поселка Отнимающую Массу Рабочего Времени Силы Средств Считает Нецелесообразной Администрацию Края Представителя Президента Краевые Организации И ведомства Просим О дифференцированном Подходе В запрашивании Ответов На письма И заявления Пересылаемые Нам Глава Администрации Района П.Ф. Митилев Словно Под копирку Дифференцировано Разделять Сложное На простые Элементы То есть Выборочное Что выгодно Говорят Что когда Александр Пушкин Написал Бориса Годунова Он ударил Ладоши И воскликнул Ай да Пушкин Ай да молодец Так у Льва Толстого Мужик Пообтерся В городе И стал Везде Вставлять Грамотные слова Действительно Антилегенд Мертводушные Затасканные Бюрократические Штамповки Дифференцировано Развитой Суисловные Эквилибристы Вдумайтесь Чудовищный Смысл этого слова В вашем Констексте Третье Номер 562 26 ноября 97 года Сурикову А.А. Рифферду ЮН В ответ На ваш Запрос Номер В 444-8-14 От 13.08.1997 года администрация Мамонтовского района сообщает следующее В то время, живя в Барнауле, Лапкин Игнатий, работая сторожем он в сутки писал письма а двое суток разносил их по различным инстанциям На одно письмо написанное под копирку приходилось отвечать в 3-5 адресов Первый зам главы администрации района М.В. Евгенов Резуме 1990 год не дать возможности вернуться домов нет жителей нет 1993 год дифференцировано лгут что не противится восстановлению поселка что границы установили 125 га пастбищ дали посмотрите по карте схемы едва ли 2 га пастбищ есть в деревне 3 дома 10 жителей 1997 год дифференцировано нарезают топкий лог нарекая его пастбищем и покосами в деревне в деревне уже 16 домов 36 жителей здания под церковь открыта школа фершерский пункт начат ремонт четырех прудов итак бог не в силе но в правде александр невский потеряевка будет жить и великим милосердием христовым спас свежествующего россия восстанет спаситель пошлет добрых людей в потеряевку о стране настоящих любящих своих подданных правителей умных итак господин евгенов кто у вас занимается дифференцированным плагиатом какой жуткий мертвый стиль невидение глубочайших проблем села не умение разрешать их те же люди те же смертоносные фразы и если на столь интересное живое дело нет времени то чем занимаются взявшие бразды правления принявшие их от коварнейших обманщиков и преступников захвативших власть в трагическом октябре 1917 года и если сумели богатейшую в мире державу которая уже в 1936 году по расчетам всемирных экспертов заняла бы первое место в мире по всем показателям жизни сумели пустить по миру расплодить повальную нищету воровство болезни детскую преступность наркоманию поставить талантливый русский народ на грань биологического выживания пример в Кадниково в 1997 году на 506 дворов 1161 житель а в 2003 году в первый класс пойдет только один ученик смертность катастрофически перевысила рождаемость потеряем из этих проблем нет ни одной в помине но чем же так заняты государственные мужи Мамонтова если у вас нет рабочего времени и как будто господин Евгенов не участник по Майковскому тех прозаседавшихся горе руководителей на бесчисленных встречах где в кавычках сидят людей половины без голов а сколько вы прокурили на анекдотах прожгли рабочего времени ректор Гогол утверждает что атеист плохой руководитель общества добавим никудышный лживый в отчетах у него нет ума даже на то чтобы понять что у него нет ума доказательства 30 марта 90 год господин Боровской писал конечным итогом решения поставленных вопросов просьб гражданин Лапкин Игнатий Тихонович видит создание поселения верующих райисполком не может оставить без внимания перспективу развития отношений между государственными органами общественностью с одной стороны и общиной верующих с другой в газете Алтайская правда номер 50 и 28 февраля 90 года верующие отрицают его принадлежность православной церкви 27 07 93 господин Метелев ПФ получено свыше 500 писем а разрешаем приехать единицам хочется спросить кто же давал право разрешить или не разрешать пущать или не пущать даже администрации района такого права не дано а некто прикрывшись ширмой в кавычках мы заявляет о таком праве в печать 26 11 97 года господин Евгенов М Лапкин даже через центральные СМИ определяет кого они будут пущать в поселок а кого нет при этом они трубят о правах человека ответ Евгенова в 1997 году написан под копирку со многих мест ответа Метелева в 1993 и вернее всего под именем Метелева нынешний в кавычках страдек Евгенов и тогда в стиле 1937 года стучал властям не пущать не восстанавливать да мы дали объявление только в 1998 году за полтора месяца таких объявлений дано более 200 во все районы края во все миграционные пункты России и ближнего зарубежья и в их консульство мы ищем соратников сподвижников тех кто докажет что он не атеист не лжет не пьет не курит не матерится не ворует и у кого есть достаточно средств на переезд и своими силами с нуля полностью построиться на пустыре и завести хозяйство за свой счет все поступило к нам более 1400 заявлений от желающих жить по христианским западе но 99% осеялись из-за абсолютной невозможности построиться и в этой их бедности на 99% виноваты узурпаторы власти бездарные ставленники руководящие направляющие в пропасть ада партии людоедов насильственно оборвавших жизнь 66 миллионам своих подданов под имя Нделееву в 2000 году русских людей должно быть около 450 миллионов оказалось около 60 миллионов какой змей Горыныч сожрал страну значит пущать или не пущать этот принцип под вашим контролем под вашим контролем жуткое обнищание народа это плоды цитата нехватки времени у начальства добрые самостоятельные зажиточные живут на месте кто из них и ради чего решится бросить все и в какую-то потерявку поедет где районное начальство загоняет поселенство в топки лог по сути же если бы даже господин евгенов метилев назаров бороской кулеба и подданные вам недруги восстановления поселка потеряевка и сотни две чеченцев цыган воров и пьяниц решились поселиться в потеряевке то никто им не запретит но 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 ни за какие ковришки никто из вас сюда никого из вас сюда не загонишь это мог сделать только усатый гуталинщик кремлевский горец выслав немцев с поволжья крымских татар чеченцев и другие это ваш идейный батька решил кому и где сколько жить и кого куда пущать а по моральным качествам кто из вас подходит под эти требования но если бы вас сюда выслали то вы бы за год из потеряевки создали новую окмову и у вас и связи и средства и телефон и дороги и генплан все так были бы за неделю или хотя бы ваших детей сюда на вечное поселение сослали как раскулаченных потеряевка возродилась бы но пьяная вороватая прокуренная с абортами наркотиками убийствами проще сказать еще одна догнивающая деревня подобная селу мамонтово за слоном на пути к этой беде и стоять пять щитов не лгать не пить не курить не материться не воровать потеряевка это живой укор всем кто отступил от евангельских заповедей и потому вам лучше даже на уровне подсознания чтобы подданных людей поселений не было тогда никто не узнает как худо и безнравственно живет безбожник обечавший в бессмысленной суетной жизни лишенные вами вечных ориентиров любви к богу страха божия знания воли божьей стремление следовать за крестом потеряевка строится получим землю да и поговорка гласит бог не допустит свинья не съест англичане уверены дело которое не терпит сопротивления не устоит а мы поем чем глубже скорбь тем ближе бог как многие получив крохотную власть свое утробное греховное местечко готовы душу сатане заложить служа любому тирану только бы его не спихнули на грязную ломовую работу пример никогда не забуду как 8 октября 1997 года в потеряевку нагрянула экология из района и с ними глава администрации села Корчино Кулеба Василий Федорович всегда улыбчивый растолстевший не изработавшийся на крыжевой работе не матерщинник не табакур может такой только при вас не знаю и вдруг я его увидел таким раскрасневшимся кричащим на меня что вы тут меня подставляете что вам тут кто вам тут позволил чего самовольничаете чего тут смуту наводите а речь шла о том что мы восстанавливаем старые пруды раскричался не унять до инфаркта легко дотянуться а всего-то может замечание ему Рязанов ЮА смешно вымолвить районный эколог сделал жаль кинокамеры не было такие сцены пропадают вы не то чтобы жизнь за подчиненных положить должность ли а просто неодобрительный взгляд начальника не выдерживайте а вы вы стеной за нас стали деревня должна жить на это у вас ни духу ни массы рабочего времени не сыщешь супостады Чингисхан Гитлер не трогали сельского труженика Русь древняя сахой кормила пол Европы а сегодня такая гнило соломенная что ее и завоевывать не нужно союз нерушимо рухнул без единого выстрела в него и в кавычках свободные республики разбежались а сын генерального секретаря проклятого проклятой богом и людьми партии потомок верного Ленинса С.Н. Хрущев принял гражданство в Америке куда без избожники партийные боссы перевели миллиарды долларов из обворованной им России если бы эти сегодняшние руководители имели совесть хотя бы в эбриональном зачатии а они бы против верующих даже не вякнули сгорая стыда за свою паразитическую проказную жизнь как говорит Солженицын АИ председатели колхозов это толстопузая сволочь пробудила Россию судей 5.23 на помощь Господу с храбрыми с храбрыми